С этого года в силу вступают изменения в законодательстве, предусматривающие возможность получения наиболее востребованных социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке. А также совокупный размер учитываемых социальных налоговых вычетов увеличивается со 120 тысяч до 150 тысяч рублей. Подробности в нашем сюжете. В 2024 году в силу вступают изменения в законодательство, которое позволит получить налоговый вычет на определенные категории в упрощенном порядке. Это касается возврата средств на оплату обучения медицинских и физкультурно-оздоровительных услуг, пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, страховых взносов по договорам добровольного медицинского или пенсионного страхования, а также добровольного страхования жизни. Также с нового года жители Тверского региона могут вернуть максимум 13% от 150 тысяч в год, то есть 19 500 рублей. На обучение детей и подопечных вычет повысился с 50 тысяч до 110 тысяч рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей, опекуна или попечителя. То есть возвращается до 14 300 рублей. Подать декларацию на налоговый вычет можно в личном кабинете налогоплательщика. С помощью личного кабинета налогоплательщика вы можете в более усовершенствованном виде предоставить декларацию. Там вам не надо будет заполнять сведения о ваших доходах, полученных за предыдущий налоговый период. Справки 2НДФЛ у нас загружаются в личный кабинет. При заполнении декларации данные из них сразу проставляются по всем вашим налоговым агентам и отражаются в налоговой декларации. Личный кабинет вы можете подключить как в налоговом органе, так и с помощью МФЦ, обратившись туда с заявлением об открытии личного кабинета. А еще в личный кабинет можно войти через госуслуги. По мнению сотрудников финансовой налоговой службы, подача запроса онлайн позволяет избежать до 70% ошибок при заполнении. Такая форма подачи декларации существенно упрощает процесс и позволяет вернуть часть потраченных средств, как говорится, не выходя из дома. А возвращали ли налоговый вычет тверичане, узнали на улице города. Делали на зубы. Была в стоматологии, все хорошо, все было без проблем. Ходила в налоговый, выбрала список, вот написали список, все собрала, пришла, сдала и все хорошо. То, что можно из дома выполнять данные услуги, а не ходить и не заполнять декларацию оффлайн, это и есть самый главный плюс. Это очень удобно. Налоговый вычет, да, что-то было такое. Выходил, да, что-то заполнял, да. Все это такая проволочка, я это не люблю. На жилье 13% возвращали. Все скачиваешь себе, сам все заполняешь, онлайн отправляешь, никуда ездить не надо, транспорт, фропка где-то стоять, в очереди там подавать документы. То есть сплошные плюсы. Большинство опрошенных тверичан делали налоговый вычет. Кто-то ходил в налоговую, а кто-то уже попробовал подать декларацию онлайн и отметили плюсы этого способа. Получить повышенный налоговый вычет можно будет в 2025 году за расходы, совершенные в 2024. Для расходов 2023 года социальные налоговые вычеты остаются прежними.